Доброе утро, мир! Сегодня 28 февраля, последний день зимы. Кто бы мог подумать, что он так быстро уже наступит. Помните шапку и бороду? Так вот, сегодня я буду с ними батрачить. А если быть точнее, перевозить тачки. А если быть точнее, то будет только борода. А если быть еще точнее, то его настоящее имя Саша. Сегодня я с ним работаю, меня позвали очередной раз. Так что едем сейчас в Бруклин, встречаемся с Саней и будем кататься по Нью-Йорку и по Нью-Джерси, перевозить машины за денежки. Опа, какие люди подъехали. Так, я часто забываю машину закрывать, поэтому теперь надо помнить об этом. Оп, все, закрыл машину. Здорово, Санька. Как дела? Хорошо. Банан взял. Как твоя борода? Нормально, нормально. Борода огонь. Слышишь, поехали бейголов возьмем. Ты голодный? Ну, можно взять бейголов. У меня с собой есть, да, но это в обедать. Рядом птицов. Жена дома не готовит? А, да, с собой же. Маш, патрито, котлетки. Нет, с собой у меня есть. Маш, патрито, котлетки, салат и грибочки с сметаном соусом. Все к вам. Теперь свежий. Нормально. Короче, едем сейчас на первую точку. Забирать Porsche Cayenne. 37 минут ехать, 26 миль. Это порядка 45 километров. В Long Island, Freeport. Так, приехали мы к дилеру. Автосалон Porsche. Сейчас будем забирать тачку. Когда Саша напишет... Что ты пишешь, кстати? Как называется? Bill of Landing? Landing, да. Landing, landing, landing. Bill of Landing. Типа счет за землю, если дословно переводить. Ну, типа damage report, информация, куда, откуда машина идет. Так, я сидел в машине, пока Саша там в офисе бумажки заполнял. Но теперь я хочу найти Сашу. Мне кажется, он где-то здесь должен быть. Но где, я не знаю. Саня, Саня, Саня. Саня, Саня, Саня. Саня, вырос? Поднялся на биткоинтов, ребят. Я вот, ребят, ничего не делал. Просто взял, купил машину себе. Porsche 2017 года. Хороший диск, кстати. Ну, такие, чисто Поршаковские. Часть еще. О! Ключи тоже чисто Поршаковские. Ну, хорошая машинка. Cayenne. Документы. Тоже чисто Поршаковские. Приятная машинка, салон такой, свежий. Хорош. Тут панорамная крыша, как у меня прям. Смотри, Поршак. Дорос до уровня, да? Да, да, да. Вот он. Когда вам кто-то будет говорить, что он ничего не делает, не приносит денег, ребят, посмотрите на это. Я ничего не делал. Я просто катался на машинах. Я просто катался и вот Повш оказался мне. Подкинули. Ладненько, мы что, поедем заплавляться? Да, погнали. Ты на той, да, сейчас, я так понял? Ну, конечно, конечно. Манюнька ты. Так, давайте проверим, как тут открывается багажник. Быстрее, чем у меня багажник открывается. Хочу заметить. Ого, какая запаска у них. Чисто Поршаковская. Все, ну хорошо, поехали. Давай заправим эту малышку. Посмотрим, что она себя представляет на дороге. Спорт режим не забудь поставить. Да, тогда все, надо полбака заливать. Ну что, сейчас я вам покажу, что дело не в машине, дело в водителя. Посмотрим, кто быстрее до ярда доедет из нас. Я на 10 баксов забрал. На 10 баксов? Заехать хватит и все. Не, серьезно, вот этого? Нет, вот этим, просто он показывает это. Не, вот это, но он показывает это. На точильные вещи, говорит. Не, ну, самый дешевый, серьезно? Да, да. А так можно, Порш, самый дешевый бензин? Ну, тоже, это дерьмо, давай. Понятно, да, ребята, самый дешевый бензин в Порш заливают. Так, бак открыли. То есть мы с одного пистолета сразу две этажки заправляем. Знаешь, что мне нравится в этом Порше? То, что он смотрится как-то вот выигрышно. Он смотрится, как выиграли автомобиль. Как будто ты кибертрак купил, самая последняя версия, наверное, и еще один такой маленький. То есть как два кибертрака. Но не смотрится как два кибертрака. Скоро бушек катать в 2020 году. Нет, нет, его в 2020 только начнут выпускать. А если это в лист, это 2-3 года. Он где ставится, да? Потому что не везде это. Где-то надо сами держать, они же это снимают. Это в Нью-Йорке можно... Смотри, в Нью-Йорке, потому что ты сам можешь заправляться, а в Нью-Йорке, например, и вот в Лонг-Айленде тебя заправляют. Ах, как холодно на улице. Все, сейчас сбиваем адрес, место, куда мы будем эти тачки везти. Ну, вернее, вот этот Порш. Обалдеть. Вы не можете подключиться? Потому что это Порш, поэтому не можешь подключиться. Типа, с Куавэй не тянет, да? С Куавэй не тянет, да? Ху**ня. Айфон, айфон! А? Тебе надо айфон брать уже. Айфон? До Порши, до Розы, айфон... Согласен. Ехать нам 59 миль, час 22 минуты. Вот так вот далеко мы сейчас поедем. Так, приехали на Ярт, привезли первую машину. Весело, да, тебе было? Да, да. Что, она как, шныряет? Не, ну это, это версия слабенькая. Слабенькая? Это, она как бы полностью заряженная, но она по, по двигателю не сильно мощная. Говорит, по двигателю не сильно мощная. Слушай, чем мы сейчас за нее, сколько получили? По 60 баллов? По 60? Ну, да, ну, 60 баллов. 60 долларов, первая машина. Короче, сейчас уже 12 часов дня. Мы привезли эту машину, везли мы ее полтора часа. Еще плюс ехали туда тоже, ну, порядка часа, ну, где-то вот плюс-минус, да? Вот, 60 баксов уже заработали. Ну, или всего лишь 60 баксов. Кому как? Кому-то уже, кому-то всего лишь. Где-то зарабатывает 100 баксов в месяц, да? Это типа, блин, ты мало зарабатываешь. Да, все относительно. Так, выезжаем сейчас за второй машиной, ехать нам 55 минут 44 мили. Приехали с Сашей туда, куда нас послали за 5 миль от автосалона. Они сейчас будут искать машину, а мне нужно колеса подкачать. Вот такой вот парк автомобилей. Сколько здесь желтых автобусов школьных. Вот такой какой-нибудь один бы взять и переделать его под трейлер, чтобы путешествовать на таком желтом автобусе по штатам. Прикольно было бы, кстати, переделать его изнутри, создать условия для жизни. А колесо какое было? Заднее слева, да? Это вторая машина, которую сейчас будем везти на Ярд. Мазда. Вот такая вот у нас Мазда. Пахнет американской машиной. Хотя это не американская машина, это же Мазда. Ух, все, едем обратно сейчас целый час. Все, я поехал за Саней. Ну что, Саня, готов? Походу, там бумаги все заполняют. Едем мы тут по шоссе. И вот мой напарник. Борода. Сейчас, борода. Борода. Веря, даже не вид меня, не знаешь, что я тут. А если я вам сигналю? Никакую, не хочет. С краю чуть-чуть так задеть. Бум. Сбоку так. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чтобы обратить его внимание. Блин, я сигналил, он не слышит. Наконец. Оглянулся. Улыбается он. Наконец. Попал в кадр. Счастливый человек теперь. Вторую машину привезли. Из-за нее мы получим по 40 баксов. То есть уже 100 баксов в кармане есть. Время сейчас 2 часа 17 минут. Дорога утомляет. Долго за рулем, в неподвижном состоянии, надоедает находиться. Трак, который уже загружен, скоро уедет в другой штат, правильно? Какой? Ну вот этот вот. Заложен? Да. Нет. В смысле, а что он здесь делает? Он разгрыжается. А, он разгрыжается наоборот? Ну да, ты видишь, это битая машина. А, то есть их сюда привезли, из другого штата? Да. Понял. Короче, мы уже едем за третьей машиной, нам туда ехать 30 миль. А Саша, приятного аппетита. Да, спасибо. Камеру пропустил. Обалдеть, такой огромный айлэндерс, такой огромный автопарк, зато кофе есть. Нам нужна эта машина, сейчас вот эти две машинки отгоняем, чтобы ее выгнать тоже. инфинити qx60 хорошая машинка хорошая был у меня выбор либо ее либо хайлендер свой брать в итоге взял хайлендер так 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 цепляем сейчас а да внизу болты два хватит нам а этот отвертка где то что нам надо так все инфинити автосалон пока-пока так не понял не совсем сейчас не походу не уезжаем а че саша достал чего не так а погоди тогда тоже думать что такое он говорит кофе к пойду халявного возьму ну раз халява кофе йог почему бы нет а ты походу знал что есть круто кофе-машина только он бьется это чай будет это инфинити а на смысле автосалон поэтому смысле да слушай а вот это все можно брать и белый туда типа сэндвич это все херни на значит и белый ли все на это вылезет не слушай это прям вариант можно все брать эти вот печенье бейглы не мучает хорошая тема чай замкнулась так ну очень приятно зашли в инфинити автосалон забрали машину который сейчас повезем на ярд так же взял себе кофе здесь халявное взял бейгл халявный и батончик какой-то вот такой батончик взял халявный так ладно сейчас думаю обратный ход будет более приятный ммм прям как какао а ну да я взял горячий шоколад а бейглс он пустой надо было масло еще взять так через сорок три минуты эту машину которая спереди мы привезем на ярд и отправимся дальше так миссия завершена у нас с 3 машины 4 часа дня уже сейчас поедем за 4 машины но перед этим надо будет по-а-бедать холл-фудс холл-фудс сейчас возьмем здоровую еду на развес какую-нибудь которая здесь будет поэтому вход вот здесь так добрался я до секции вот сейчас думаю чтобы мне взять тут нас в общем напоминаю за один паунд 9 долларов за один паунд то есть это вся еда на развес не важно что ты берешь тут все оценивается в граммах килограммах но это по-нашему по местной валюте это паунд так чтобы взять такого вкусненького это чё такое палафель палафель можно попробовать взять одну штуку попробуем так это чё у нас котлета говяжья одну говяжью котлету это у нас по-итальянски запеченный картофель возьмем его парочку штук курить не хотим вот это полезно кстати штуку вот ее можно побольше взять это кино я пастового дома пасты полно она делается легко и непринужденно надо взять что-то другое это чё у нас зимнее киное какого-то вот это интересно чекенбрест возьмем чуть-чуть куриная грудка это это у нас турки и дешать на гуртки дешатин и штучку возьмем как надо у вас варишки какие-нибудь кто-то можно взять кэши и суп так как-то мало получилось все-таки решил немножко взять рис коричневый мой обед готов хотя можно еще соуса бах немножко так мой обед обошелся в 9 30 еще один немножко чего-нибудь отсюда вам например это и вот это вам салфеточек возьмем вам ложку и вилку вам и по-моему все обед 9 долларов 30 центов мы сейчас едем туда потом обратно и бординта у нас 100 процентов будет нормально или мы можем поехать час на бординта у вернуться сюда может быть лучше трафик может быть хуже как хочешь обтаю как говорится с дерьмова ночью башу под конец не будет тяжело то есть мы сейчас едем дальний да а а потом еще раз поедем у нас сегодня 5 машин получается 240 будет 240 долларов если я бы знал что я сегодня столько заработал я бы себе побольше еды взял я я так немножко бюджетника на самом деле бананы и орехи ну типа того вот трансляция может быть просто лиркает в гинекологическом офисе или что-то 2 дня время уже 6 вечера мы сейчас заберем эту машину 4 потом вернемся обратно на ярд тоже где-то почти 2 часа тоже ехать а потом еще будет 5 машина таки нам д х уже теперь звоню как-то на это смотришь на 15 да уж далеко не запрятали машинку аж самый конец до туда мы лишь для подписчиков да покажи какое тут отношение к наплевать всем его машины вот это все это джанк ну ну не вот это неплохая не мустанги неплохие дать но если не покупали капец холодрыга мы добрались до секции 55 сейчас ищем черную джеймси акадию ребята все поняли секция 50 мейнхайм нью-йорк все пинг будет подссылочка в описании типа приходите забирайся да 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 вот гляньте ребят не битые не красные клинтайтл все такое пингтайтл но такой приведи что это такое я не 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 1 спик о рашина я прочее отлегали ссори балдат чистые флюме инглэш с чистые документы чистые документы чистые документы так вот нашли в джеймси акадию вывели к свету сейчас саня проверяет на сколы царапины мятины и прочее все записывают Сюда себе в Report Damage или как он это называет Нет, это Gate Pass Gate Pass? Ну, типа это Бумажка, которая позволяет мне забывать машину С этого аукциона Вот такая вот GMC Acadia Какого год? 19-го? Да, 19-го О, прикольно, сзади как у меня тоже Раздельные сидения Называется Captain Chairs Кресло капитана Вот такой вот американский автопром Все, готово? Да, да, да Чистая головка То есть не коцаная Так, вот этот Изи Pass Цепляем вот сюда Чтобы платные дороги Оплачивались На автомате сразу За счет компании И нам сейчас обратно ехать еще 2 часа Нужно пойти хотя бы кофе взять Чтобы по дороге не заснуть Потому что мы тоже скачем просто Обычно стараюсь вот этой фигней не баловаться Но что-то так захотелось Чипсов Все, сейчас почувствую, поедем За пятой машиной приехали Сколько уже время сейчас? Время уже половина десятого Пятая машина Hyundai Sonata А, Santa Fe Не Sonata, Santa Fe Кстати, вот тоже хороший автомобиль Santa Fe Ну что, сейчас будем ставить номера на эту машину Транзитный транспортер, который называется И возвращаемся снова на базу Итак, мы довезли последнюю машину Пятую Время уже 10.24 Как твое самочувствие? У меня отлично Я, ну, как бы, я же привык Я целый день катаюсь Так У меня нормально Не переживайте Ты так тихо говоришь? Ну да Я С этим Сбережем сохранения энергии Сбережение энергии Да Да Ну, у меня на самом деле сейчас тоже уже хорошо Был какой-то момент, когда вот прям Зевота, спать И сейчас все нормально У меня всегда так после 10 начинается второе дыхание Еще я готов повторно еще раз все то же самое проделать Звучит интересно Звучит забавно Нормально все Короче, ребят, поработали Вот контента вам немножко разного От легендарной бороды Да, да Шапка Офорчина, ты, без шапки мы При великим сожалениям Но Имеем то, что имеем Потому что шапка отправилась На отах Ну, наверное, да Он не отчитывался передо мной Не странно Ну, потому что все-таки он босс, да? Да, он начальник, да У меня же Все-таки Все-таки, да У меня же одни начальники Все-таки шапка над бородой Да В общем, сегодня было 5 машин Две дальние Три ближние За дальние по 60 долларов За ближние по 40 долларов Соответственно, 240 долларов заработали На час 28 слова, ребят А нет, да Не, не, не Вот, видишь, вот оно тут началось И вот То есть тебе сейчас полтора часа домой ехать? Не, 52 минуты А, 52 минуты Ну, это не меняет Того факта, что это очень долго Да Ты еще не забыл Наверное, 30 где-то Все, хорошо Слушай Я больше тебя работал Вот, получается, я ехал сюда Мне дольше ехать Ехал А сейчас поеду домой Мне боль Дольше ехать У меня вот этот весь геморрой был То есть я должен был за это все ответственным А ты просто ехал на машине И мы заработали одинаково Как тебе насчет этого? Ну, подумай об этом Ну, это по поводу вселенской своей длливости Нет, это вы согласен, конечно Вселенская справедливость Поэтому у тебя сегарка во рту, да? Да, да Поэтому я нервно курю Это мы в YouTube не запечатляем Как ты зажигаешь Ладно? Давай, счастливо Спокойной ночи всем Спасибо Да, без проблем Так, ну, вроде все хорошо С машинкой Вроде вся целая Ты легенькая Штрафов никаких тут не понавесили Так что все хорошо Так, все Греем машинку Домой нам ехать 33 минуты Получается, ближе к 12 Будут дома Спасибо большое, что посмотрели этот день До завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому